Иисус После этого пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую. Мы читаем из Иоанна 3 глава 22 по 36 стих. Приходит он в землю иудейскую, там жил с ними и крестил. Иоанн также крестил в Иноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. То есть, на самом деле мы видим параллельное крещение у Иоанна и у Иисуса. Одни крестились крещением Иоанновым, другие крещением Иисусом. То есть, те, которые крестились крещением Иоанновым, потом должны были перекреститься крещением Иисусом. Это был переход из ученичества в Иоанне к ученичеству в Иисусе. Таким образом, возможны обряды крещения несколько раз за жизнь. Естественно, это не противоречит тексту «одна вера, одно крещение». То есть, в одну веру происходит одно крещение. Но при переходе из учения Иоанна в учение Иисуса, естественно, что необходим был внешний признак, который это подтверждает. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. И тогда у Иоановых учеников происходит спор с иудеями об очищении. Я подчеркну, что очень часто используют Иоанн слово «иудеи». У Иоановых учеников произошел спор с иудеями. А Иоановые ученики – это кто? Это такие же иудеи. Или евреи – это слова абсолютные синонимы. Просто Иоанн, по всей видимости, использует слово «иудеи» здесь для того, чтобы показать еврейских начальников религиозных. «И пришли они к Иоанну и сказали ему, равви, тот, который был с тобою при Иордании, в котором святерства, вот он крестит, и все идут к нему». Они называют его равви. Обратите внимание, точно так же называли и Иисуса равви. Рав обозначает «большой», и он обозначает то же самое время «учитель». Равви – это равшили, или мой учитель. Равви – тот, который был с тобой при Иордании. Он крестит, и все идут к нему. То есть, тот, который был с тобой, что на самом деле написано, тот, который когда-то был твоим учеником, он теперь стал учителем, и к нему приходят те, которые хотят записаться к нему на курсы. Обязательно так надо это читать, и они, по всей видимости, хотят побудить Иоанна возревновать или позавидовать за то из этой серии. Иоанн говорит им в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, это очень важный элемент, всегда должны быть свидетели, по закону всегда должны быть свидетели, что я сказал, когда он говорит фарисеям, когда он говорит саддукеям, я не Христос, то есть, я не являюсь мессией, но я послан перед ним, имеющий невесту, есть жених, друг жениха. Стоящее и внимающее ему радостью радуется. Ну и дальнейшие стихи вам известны, может быть, последний стих из этого отрывка. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни. Читайте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Чтение Писания само по себе вещь хорошая, но во времена Иисуса чтение Писания стало самоцель. Я думаю, что сегодня в христианской среде тоже у нас есть такой грех, когда чтение Писания является само по себе ценностью. Никто не спорит и никто не будет отрицать, что чтение Писания помогает нашему верованию и укрепляет нашу веру. Однако, если мы просто читаем Писание без того, чтобы видеть там Иисуса, то, естественно, ничего, кроме знаний о Писании, оно не дает. Когда Иисус узнает, это Иоанна, 4 глава, о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанна, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и идет опять Галилея, надлежало ему проходить через Самарию. Иисус крестит, при том, что не находится во время крещения. Более того, ученики не обязаны были окунать людей в воду. Согласно еврейской традиции того времени, которая существует до сегодняшнего дня, у нас как сегодня? У нас обязательно должен крестить либо пресвитер, либо епископ, либо пастор, либо старейшина. Ничего подобного не существовало во времена Иисуса. Мы говорили с вами на эту тему. Уже крещение осуществлялось самостоятельно. Человек должен был креститься в присутствии либо учителя, либо представителей этого учения. Более того, функции учителя входило отговорить его от идентификации с собой, потому что с точки зрения учителя всегда за этим следовало определенное преследование, потому что учитель представлял новую точку зрения. И тем не менее, крещаемый или окунаемый, он должен был подтвердить, что он хочет становиться последователем этого учения. Но, естественно, ни Иоанн, ни Иисус не окунали людей в воду, как это делается сегодня. Крестились в их имя или крестились в их учения. Они могли при этом присутствовать, не обязательно должны были при этом присутствовать. Все крещения делались людьми самостоятельно. Иисус оставляет Иудеи и опять идет в Галилею. На самом деле, если вы представляете себе карту Израиля, вот этот переход очень часто вдоль реки Иордан, которое происходит от слова Ярад, или спуск, или опущение, из Галилейского моря до Мертвого или до Соленого озера, она спадает еще приблизительно на 200 метров, и сама вообще река течет ниже уровня моря. Это был путь, который он проделывал достаточно часто, особенно до того, когда он избрал свои штаб-квартиры, если так можно сказать, город Кфарнаум, или как в русской транскрипции Капернаум, надлежало ему проходить через Самарию. Ирод, четверовластник, мы читаем из Луки, 3 главы, 19-20 стих, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Иоанн еще жив, его заключают в темницу. Иисус, услышав, что Иоанн отдан под стражу, удаляется в Галилею. Идея следующая. Иудея и Галилея находились под властью разных тетранхов. И суть состояла в том, что они между собой находились не в самых лучших отношениях. И уход от одного к другому давал некую свободу и некую безопасность, если вообще можно было говорить о безопасности. И насколько была серьезная ситуация, то есть лишний раз надо было идти на север через Самарию, что само по себе не было достаточно приятной вещи, но Иисус делает это. И вот Он идет в Самарию. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary. Субтитры создавал DimaTorzok